Как посеешь, так и пожнешь, гласит мудрая пословица. А вот для аграриев это неоспоримый факт. В этом году хорошим урожаем может похвастаться плодово-ягодное хозяйство в поселке Суходол Сергиевского района. Столько труда и терпения вкладывают они в это дело, потому и работа спорится, и урожай хороший. Здесь работа круглый год. И зимой, и летом, и осенью. Да, здесь вообще работа не кончается. Ну что еще? Ну сейчас вот конкретно собираем смородины. Скоро уже пойдут яблоки, ранние сорта. Целый день на воздухе, здорово. Мне нравится. Ягодки, что спеют на этих кустах, отличаются не только вкусом. Смородина содержит высокое количество витаминов и веществ, столь необходимых для полноценного питания человека. Задача хозяйства заключается в том, чтобы вырастить эту ягоду, аккуратно собрать и в целости и сохранности отправить покупателю. Ягодки одна к одной. Смородина в этом году очень сладкая. На кустах ее почти не осталось, уже все собрали. Аграрии планируют получить в этом году 45 тонн урожая смородины. Это хороший показатель для хозяйства, однако не самый высокий. В прошлом году им удалось собрать почти вдвое больше. Погода сыграла здесь главную роль. Холодные ночи этого лета поморозили ягоду. И все же агрономы считают, что в этом нет ничего страшного. Каждый год не похож на предыдущий. И они стремятся к тому, чтобы быть готовыми ко всему. Большой опыт работы помогает хозяйству уверенно стоять на ногах. Производством плодов и ягод наше хозяйство занимается с 1960 года. Поэтому за это время, конечно, очень большой опыт накоплен и по выращиванию, и по возделыванию культур, таких как яблоня, смородина. С прошлого года мы начали выращивать землянику. То есть, опыт достаточно большой. К тому же, мы учимся также, ездим на конференции научно-исследовательские институты. И к нам приезжают, помогают. Сотрудничаем очень много с ВНИИ, с именем Мичурина, Тамбовской области. Главный агроном плодово-ягодного хозяйства Елена Кордополова. Обладательница правительственных грамот и наград. Участница ежегодной акции «Народное признание». Елена Кордополова – специалист высокого класса. Так говорят о ней сослуживцы. Она пришла работать сюда в 1991 году, после окончания института. Тогда хозяйство было в упадке. Большинство садов заброшены, не хватало техники и новых решений. Все это чуть не привело к гибели предприятия. И все же, благодаря коллективу, ему удалось устоять на ногах. Люди, которые здесь работают, сами любят плоды своего труда. Я вообще люблю яблоки, поэтому у меня все яблоки вкусные. Что зимние сорта, что осенние, что летние сорта. Из летних сортов, конечно, мне вот сейчас нравится, конечно, июльская черненка. Вот она вкусная такая, мягкая. Дочь папировки тоже, конечно, когда она наливная, она очень вкусная, такая медовая, прям насыщенная, конечно. Опрыскивание, все это происходит, да, вовремя. И поэтому у нас яблоки получаются такие вкусные, аппетитные. В своих садах хозяйство выращивает больше 20 сортов яблок. Дочь папировки, лоба, северный синап. Каждый сорт по-своему хорош. Кто-то любит яблоки медовые, многим нравятся плоды с кислинкой. Елена Кордополова строго следит за качеством яблок. В кабинете появляется редко. Ее рабочее место – это почти 2000 гектаров земли, засаженные многолетними садами из яблонь и ягод. Мы не применяем никакую химию, как бы у нас все естественно. В этом году была у нас очень замечательная сладкая клубника. Смородину мы давно уже занимаемся. То есть смородина у нас тоже хорошие яблоки, у нас, я считаю, просто великолепные. Сейчас тем более мы переходим на новые технологии. В основном мы сейчас переходим на карликовые деревья. То есть плоды, мало того, что они красивые сами по себе, но они достаточно вкусные и довольно-таки долго хранятся, сохраняя при этом свои вкусовые качества. Гордость хозяйства и надежда на будущее – это 250 гектаров молодых насаждений. При помощи новых технологий предприятие растет питомники. Из этих небольших кустарников совсем скоро появятся новые сады. Деревья будут расти быстро и носить вкусные, красивые плоды. Вот что важно в условиях конкуренции. Главный агроном стремится к тому, чтобы вывести хозяйство на совершенно новый уровень. Хотелось бы, конечно, чтобы продолжилась работа по внедрению орошения в нашем хозяйстве. Потому что это безопасность, это гарантированная урожайность ежегодно. Тем более в последние годы очень много наблюдается засухи. Засухи. То есть засуха – это наша основная причина недобора урожая. Хотелось бы, чтобы была модернизация нашей переработки. Хотелось бы, конечно, расширение садов интенсивного типа. Для этого нужно заработать денег. А чтобы заработать денег, нужно лучше работать. Во-первых, эта качественная продукция должна быть из года в год все улучшаться. Сокращать, возможно, какие-то траты, которые можно сократить. И они делают все, чтобы достигнуть качественного развития. В этом году хозяйство планирует собрать больше трех тысяч тонн яблок. Здесь они смогут храниться вплоть до марта. На предприятии построены два фруктохранилища вместимостью около трех тысяч тонн. Они оснащены современными системами контроля за качеством хранения продукции. Сейчас плодово-ягодное хозяйство ставит перед собой новые цели – модернизировать цех переработки и тем самым выйти на новый уровень развития. Профессия журналиста. Она всегда таит в себе много интересного, особенно для молодых ребят. Готовы к новым открытиям, они мечтают понять, что такое телевизионная кухня, что скрывает за собой голубой экран. Такая возможность попробовать себя в роли корреспондента, ведущего есть у ребят из Сергиевского района. Здесь работает молодежная телестудия «Шаг», а ее участники – это дружная команда девчонок и мальчишек. Они горят идеями и мечтают воплотить их в жизнь. Наверное, уже три или даже четыре года я здесь уже хожу. Была на разных мероприятиях, очень все нравится. Здесь, чтобы я разносторонне развивалась, все это, конечно, хорошо. Мама говорит ходить, чтобы было у меня хорошее будущее. Может быть, даже я буду тоже корреспондентом. Создатель и бессменный руководитель телестудии Екатерина Фарисей-Ермакова. Она сама работает на местном телеканале, любит свою профессию и старается привнести с ее помощью что-то новое и доброе в этот мир. К тому же она учит своих ребят. Во-первых, она молодая, у нее много энергии, и она эту энергию распространяет на все общественные мероприятия. Участвует в мероприятиях культурного направления, экологического, военно-патриотического воспитания. И даже они входят в состав отряда помощи полиции района и вместе с ними дежурят в качестве, конечно, дружинников в общественных местах, в поселке Суходол, например, в парке. И помогают поддерживать порядок. Катерина признается, телестудия «Шаг» – ее первый педагогический опыт. Она знакомит ребят с миром телевидения и в то же время учится у них той непосредственности, которой порой так не хватает в работе журналисту. У каждого из нас есть возможность отменить нашу жизнь, нашу поселку, улицы, району к лучшему. И если это можно сделать и здесь, путем профессиональной какой-то деятельности, это хорошо. Если это можно сделать в качестве волонтера, в качестве помощника, в качестве активиста, это еще лучше. Много добрых идей ребята смогли воплотить в жизнь, за что им, я думаю, благодарны наши земляки. Номинант общественной акции «Народное признание», победитель фестивалей и конкурсов. Катерина Фарисей-Ермакова помогает ребятам открыть в себе новые таланты. Вместе они ездят по стране и принимают участие в молодежных проектах. Победить им всегда помогает дружба. У нас мало кто из участников молодежной телестудии уходит навсегда. Ребята, даже выпускаясь из школы, уезжая учиться в город Самара, возвращаются к нам, помогают с подготовкой выпусков. Нас около четырех десятков человек, молодые люди, девушки, они все выбирают журналистику, но, как они признаются в жизни, свою роль в молодежной телестудии «Шаг играет». Побывать на месте событий, опросить горожан и сделать интересный живой репортаж. Ребятам нравится эта работа, и каждый проект – это настоящее приключение. Атмосфера мне здесь очень нравится. Здесь нет такого же общения, как руководитель-подчиненный, а чисто дружеское общение. Каждый вносит в свою лепту, в создание сюжетов, программ. Не раз писал текст, писал стендап, звук на сюжет накладывали. Это очень все интересно, и я собираюсь продолжить карьеру журналиста. В этом году телестудия «Шаг» отмечает свой первый юбилей – пять лет с тех пор, как открылись ее двери. Она заняла большое место в сердцах многих ребят и обрела популярность среди жителей Сергиевского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова